Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда мы открываем книгу Псалмов, мы видим, что книга Псалмов просто наполнена благодарением Богу. Когда народ Божий благодарил Бога в трудностях, в проблемах, в испытаниях, в победах и в радостях. И также в нашей жизни. Жизнь непростая штука. Часто у нас есть хорошие времена, хорошие друзья, и все хорошо. Есть периоды страданий, испытаний, трудностей, когда нам нужно чудо от Бога, и иногда кажется, что оно не происходит. И Библия учит нас, что во всех этих ситуациях очень важно благодарить Бога, не забывать благодарить Бога. И я понимаю, что во время трудностей не всегда легко благодарить, но именно в этом есть сила. И вы знаете, что производит благодарение в нашей жизни? Давайте посмотрим на нашу жизнь. Что благодарение производит во мне? Говоря по-человечески, говоря человечески. Я отец трех детей. У меня трое детей. Двое уже взрослых. Двое служат в армии. И у нас в семье очень весело. Но вы знаете, дети, они разные. Я не буду выдавать вам имен, но дети на самом деле разные. И один из моих сыновей, он благодарит меня всегда даже за маленькие вещи. И вы знаете, когда ты делаешь что-то приятное, ты делаешь какую-то мелочь, и ты помогаешь ему, даришь какой-то подарок, и он тебя качественно, от всего сердца хорошо благодарит, как отца меня это трогает. Как отца меня это просто располагает. И этому сыну мне хочется дарить подарки снова и снова и снова. И вы знаете, я думаю, что полезно помнить об этих принципах для каждого из нас. Очень важно благодарить. И я работаю над собой. Вы знаете, в моей жизни есть много людей. И зачастую мы делаем какие-то проекты, мы работаем, мы заняты, мы даже забываем сказать спасибо. Но нам всем нужно работать над собой, чтобы не забывать благодарить людей. Не забывать показывать, что мы ценим то, что они для нас делают. И когда мы умеем ценить даже малое, мы будем еще более эффективны в более крупном и в большом. И также то, что делает благодарение в нашей жизни, оно помогает нам поменять наш фокус. Вы знаете, когда я прохожу трудности, когда я прохожу проблемы, недостатки, мне нужно какое-то решение, нужно выйти из этой проблемы, и зачастую мой фокус как раз таки направлен больше всего на проблему. Она мне просто мешает. Если это боль, она мешает. Если это недостаток, он мешает. Но когда мы благодарим, когда мы приходим к Богу и просто благодарим за все, что Он делает в нашей жизни, что-то происходит внутри нашего сердца, что-то происходит внутри нас. Наш фокус меняется. Наш фокус и внимание направляется с проблемой на того, который решает эти проблемы. Поэтому давайте с вами подумаем сегодня о наших проблемах, о наших трудностях. А главное, вспомним, что есть Бог, который больше моей проблемы, который больше твоей трудности. Бог, который помогает нам всегда, во всем, везде. Он дал нам массу обетований, что Он не оставит и не покинет, что наше будущее будет безопасно в Нем, что с Ним мы будем иметь успех, с Ним мы все преодолеем и все преодолевши устоим. Поэтому давайте уже сейчас начнем благодарить Бога. Давайте уже сейчас посмотрим на те вещи, которые уже произошли в нашей жизни. Я знаю, что у каждого верующего в жизни происходят чудеса. В жизни происходит это явление Божьей благодати, когда мы получаем от Него помощь. И мы четко видим и понимаем, о да, это Господь, это Он. И когда мы вспоминаем больше о таких периодах в нашей жизни и начинаем благодарить Бога, тогда следующее чудо точно так же придет. И так очень важно поменять наш фокус. Очень важно, чтобы наше внимание было на Бога, на Слово, на то хорошее, что уже происходит в нашей жизни. И тогда все, что нам нужно, все, что нам необходимо, так же придет. Второе, так же благодарение помогает избавляться от негативных эмоций. Вы знаете, мир, в котором мы живем, он полон негативизма. Я живу в Израиле, и в Израиле у нас так же хватает проблем. Израиль это красивая страна, много всего интересного и прекрасного происходит вокруг, но так же есть свои проблемы, так же есть свои трудности. И я учусь благодарить Бога всегда и во всем. И на самом деле это помогает преодолевать трудности. Вы знаете, живя в Израиле, у нас бывают ситуации, когда тебе кажется, что «Вау, вот эта проблема очень серьезная с территориями, с нациями, которые живут вокруг нас». И кажется, что неужели это конец? А где же Божье обетование? Но проходят годы, и мы снова видим, что Бог верен, Бог помогает, Бог не оставляет Израиль. Точно так же Бог верен мне, Бог верен тебе, Он не оставит нас. И благодарение является ключом, потому что именно благодарение открывает наши сердца. Именно благодарение помогает нам просто освободиться от этого бремени, от этого груза и воздать хвалу нашему Господу. Поэтому благодарение – сила. Также третий момент благодарения, который тоже очень важный. Вы знаете, что благодарение притянет к вам хороших людей. Благодарение помогает приобретать друзей. Когда у нас благодарное сердце, люди хотят быть вместе с нами. Вы знаете, мне лично намного больше нравится проводить время с людьми, которые позитивны, которые благодарят своей жизни, которые радуются жизни, несмотря на трудности, которые каждый испытывает. И с такими людьми приятно находиться. Вспомните ситуации, когда вы проводили время с людьми, которые всегда жалуются, у них все плохо, у них все не так, и все идет не так, как они хотелось. Устаешь от ропота, устаешь от жалоб. Но когда люди полны благодарения в своей жизни, с ними приятно находиться. И давайте станем людьми, которые благодарят. Давайте станем людьми, которые благодарят Бога за ту жизнь, которую Он дал нам. Будем наслаждаться жизнью, использовать каждый момент, который у нас есть, для того, чтобы просто благодарить нашего Бога и продолжать вперед. И твое чудо придет, мое чудо придет. С вами был пастор Израиль Почтарь и передача «Семь минут с Израилем». Шалом!